Исследования методов лечения онкологических заболеваний ведутся уже достаточно давно. Иммунотерапия совершенствуется почти на протяжении 20 лет. Пока что такой метод может продлить ремиссию и общую выживаемость пациентов. Однако ученые не сдаются и ищут то, что поможет им побороть онкологию. К примеру, проект по разработке вакцины от рака в стенах научно-исследовательской лаборатории OpenLab генной и клеточной технологии длится уже около четырех лет. Это проект, который направлен на лечение онкологических заболеваний, в частности вакцина на основе дендритных клеток. Она необходима для стимулирования иммунной системы, для уничтожения опухолевых клеток и для поддержания противоопухолевого иммунного ответа. Команда под руководством ведущего научного сотрудника Валерии Соловьевой на данный момент проводит эксперименты инвитро, то есть в пробирке. Сейчас исследование находится на той стадии, когда важно добиться воспроизведения положительных результатов. Как только это произойдет, команда перейдет к доклиническим испытаниям на мышах и крысах. Мы не сдаемся и пытаемся каждый год, каждый день найти решение проблем, которые встают у нас на пути. Собственно, это даже подстегивает и мы надеемся, что однажды мы найдем то самое лекарство, которое может перевернуть историю человечества. Накануне Иван Филин, руководитель проекта, выиграл грант в конкурсе «Студенческий стартап». Ученый подчеркивает, участие в федеральном проекте позволило выявить и проработать проблемные стороны исследования. Лично для меня она, конечно, играет огромную роль, потому что онкология, к сожалению, для человека, она, особенно в последнее время, везде и повсюду. И это несчастье, естественно, затронуло и мою семью, поэтому хотелось бы, конечно, чтобы и родители гордились мной, и я смог что-то привнести в эту сферу. Проект уже неоднократно был отмечен и на других конкурсах, к примеру, Российским научным фондом. Один миллион рублей в рамках гранта «Студенческий стартап» Иван намерен направить на открытие своего ООО, закупку необходимых реагентов для проведения экспериментов, а также на возможное расширение персонала своей компании. Маргарита Михайлова, Фаридзе Хитаглы, Универньюз.